привет всем меня зовут виталик я алкоголик спасибо за приглашение рад быть здесь я трезвый три года и без нескольких дней 4 месяца моя дата трезвости это 10 октября 2017 года моя домашняя группа это группа альтернатива город батьям в израиле в израиле мне 40 лет я живу последние 30 лет из них я живу здесь в израиле соответственно большая часть вернее вся моя часть спикерской будет относиться уже к этому периоду моего проживания в израиле тема спикерской мое выздоровление постараюсь как можно меньше уделить времени первому шагу вернее истории пьянства не первому шагу а именно через призму первого шага то как я сегодня понимаю алкоголизм свое заболевание впервые я попробовал алкоголь когда мне было ну наверное лет 14 15 компании компания друзей там тусовка мы взяли бутылку водки сели в парке на скамейке и выпили не было не было особо никакого повода не было особо никакой причины просто на просто это был наверное один из таких необходимых этапов взросления как как мне казалось много лет и сразу же в первый раз когда я выпил я напился и в последующем это же повторялось раз за разом и поначалу если конечно это можно было отнести вот это вот неумение пить к неопытности к возрасту то в последующие годы опять же эта схема повторялась разаря раз за разом я начинал пить мне становилось хорошо я продолжал пить мне становилось очень хорошо и вот здесь бы остановиться да вот поймать в тот момент в последующие годы я всегда пытался поймать вот тот момент до где мне надо остановиться вроде бы О, ты уже выпил, вроде бы уже все хорошо, вроде бы, а потом следовало еще и еще, и в конечном итоге, вот понимаешь, да, это было лишнее. Но это было лишнее уже когда, скажем так, когда это уже было лишнее. И в последующие годы попытки, мои попытки раз за разом опять же проконтролировать то самое количество выпитого ни к чему не приводило. Но сегодня я знаю, что это называется, вот у нас в книге доктор Силкорт называется, это аллергия на алкоголь, некая аллергическая реакция алкоголика на алкоголь в тот момент, когда я ввожу в себя даже минимальное количество алкоголя, что-то случается с моим физическим и психическим состоянием, и я уже никак не могу остановиться. Но, но поначалу на самом деле, поначалу на самом деле, в принципе, меня все устраивало, потому что через несколько лет я уже попробовал наркотики, и хоть я не считаю, что у меня есть вторая зависимость, я не отношу это ко второй зависимости. Просто много лет я предпочитал употреблять наркотики именно по этой самой причине, что у меня не было вот той самой аллергической реакции. И я мог контролировать потребление, что никогда у меня не получалось с алкоголем, что никогда у меня не получалось с алкоголем. В последующие годы, когда многие мои друзья перешли там на более тяжелые наркотики, и многие из них очень рано закончили свой жизненный путь, так сказать, вот, у меня хватило, ну, как я считал, ума и воли, а на сегодняшний день я понимаю, что это был элементарный страх, не присоединиться к ним, вот в этих их экспериментах. И вы знаете, я очень сильно гордился собой даже, да, и хвалил себя, что, ну, вот я такой, что вот у меня хватило ума. Вот, но опять же, неважно были ли это наркотики или алкоголь, очень часто, очень быстро, вторая проблема, второй симптом алкоголизма тоже начал сказываться на мне, а это неспособность и крайнее нежелание пребывать в трезвом состоянии. Ну, мне никогда не нравилась трезвость, мне не нравилась трезвость еще до того, когда я впервые попробовал алкоголь. Но, после того, как я попробовал алкоголь, и я мог, у меня появилось, ну, скажем так, с чем сравнивать, да, вот эти два состояния, алкоголь, трезвость стала, ну, со временем все менее и менее привлекательным, и в конечном итоге она стала, ну, совсем, скажем так, нежелательным и невыносимым состоянием. Неважно, каким способом, неважно, каким, что при этом мне нужно было употреблять, но моя цель была, чтобы как можно меньше и как можно реже быть трезвым. Довольно быстро я понял, что данный образ жизни не совместим с какими-то, ну, скажем так, с нормальным образом жизни, который требует для того, чтобы там обзавестись семьей, получить образование, начать строить какую-то карьеру. Ну, но, мне казалось, что несколько, несколько таких вот было иллюзий, заблуждений, как это можно назвать, неважно. Да, первое, всегда казалось, что есть еще время, что есть еще время для того, чтобы, ну, что-то сделать со своей жизнью. Во-вторых, мне это действительно нравилось, мне нравился такой образ жизни, мне нравился такой образ жизни, и опять же, у меня было твердое убеждение, что в тот момент, когда я увижу, пойму, что это необходимо, ну, прекращаться таким образом жизни и начать уже как-то заняться какими-то там более серьезными вещами, кроме как пьянство и употребление, то, естественно, тут дело за моей, за моим желанием, да, стоит поднапрячь только вот силу воли, и, естественно, я смогу, смогу прекратить пьянство, употребление наркотиков. И так продолжалось достаточно долго, так продолжалось достаточно долго, в какой-то момент алкоголь, скажем так, уже плотно занял свои позиции, я пил много, я не из запойных алкоголиков, то есть запой, он предполагает, что человек пьет, и он выходит из запоя, да, то есть его пьянка прекращается в какой-то момент, да, у меня не было такого. Я из тех алкоголиков, которые пили каждый день, и количество алкоголя росло, если не изо дня в день, то из года в год, так уж точно. И к 30 годам это уже начало принимать, по сути, невообразимые размеры. То есть я понимал, что пить столько, такое количество алкоголя каждый день, ну, ничем хорошим это не кончится. Это не то, чтобы я не понимал, к чему это может привести, и тем более уже начало, оглядываясь на свою прошлую жизнь, прошедшую жизнь, я понимал, что все-таки уже 30 лет это не 20, а я все нахожусь все там же. По сути, на самом деле, нахожусь все там же, в том же месте, в каком я поднял первую свою рюмку, вот каким я был в 14 лет, по сути. Несмотря на то, что я закончил школу, хотя со скрипом, отслужил в армии, но тем не менее, тем не менее, у меня толком не было ни образования, не было семьи, не было ни карьеры. У меня была работа, в которой я держался только для того, чтобы, ну, скажем так, кормить свою зависимость. И я действительно стал вот в этот момент где-то уже серьезно задумываться, впоследствии предпринимать какие-то попытки для того, чтобы избавиться от алкоголизма. От алкоголя, да, я не называл это тогда алкоголизмом, я действительно не считал, что это, ну, является такой уж большой проблемой. Сотни раз, сотни раз я бросал пить. И раз за разом, к удивлению, я обнаруживал, что, ну, вот, вечером я тверд, принимал твердое решение, что все, с завтрашнего дня я бросаю пить. Наступал завтрашний день, когда я принимал решение бросить пить, естественно, я был пьяным. И как это классно и как это хорошо думать, будучи пьяным, о том, вот, как я брошу пить, и как все пойдет по кайфу, как все будет классно, как моя трезвая жизнь пойдет в гору. Стоит только, ну, взяться за это всерьез. Однако на следующий же день, когда я начинал немножко трезветь с утра или уже ближе, там, ко второй половине дня, все это розовое облако рассеивалось, да, и единственное, о чем я мог думать, это не о том, как строить вот эту вот красивую трезвую жизнь, а о том, как бы не сдохнуть и как бы выпить. И в конечном итоге, это, естественно, заканчивалось очередной выпивкой. И так продолжалось до 2016 года, когда мне было 36 лет, незадолго после того, как мне исполнилось 36 лет, я оказался в больнице, в реанимации, оказалось, что я находился при смерти, у меня не работали почки, у меня не работала печень, не работала поджелудочная. Меня подключили ко всем этим аппаратам жизненное обеспечение, какие-то там трубки в меня входили, какие-то трубки выходили, что-то там вливалось, что-то выливалось, состояние было достаточно опасное. Вот. Но, слава богу, врачам удалось, удалось стабилизировать мое состояние, впоследствии как-то вытащить меня из этого состояния. И уже в тот момент я помню, вот, как работает голова алкоголика, да, придя в себя через несколько дней, когда у меня закончилась там белая горячка, да, когда я уже вернулся в такое состояние более-менее вменяемое, что я мог думать, естественно, находясь в той же палате экстренной хирургии, я начал размышлять, да, что же случилось, да, как такое могло произойти, вроде бы мне всего-навсего 30 лет, да, я лежу, ну, чуть не умершим, как я уже сказал, подключенный ко всем этим аппаратам, кислород что-то там пикает, ну, как в фильмах, да, как я, как до этого я видел это только в фильмах, да, белая горячка, как я уже сказал, я весь раздулся, был такой, как надувшийся шар, да, изо всей жидкости, которая не выходила у меня из организма, без возможности встать там, я не знаю, сходить в туалет, помыться, покушать, да, все это было под запретом, по сути. И да, и вот это вот вопрос, ну, как мне казалось, что же произошло, что же случилось? Врачи, родители мои, да, в принципе, мне достаточно так намекали, ну, или вернее не намекали, а в тот момент уже прямо говорили, что виной всему алкоголь, ну, я с ними был категорически не согласен, да, я с ними был категорически не согласен, то есть, ну, не может быть, да, то есть, что, из-за того, что я выпивал по 2 литра, там, я не знаю, виски в день, что это могло случиться? Ну, вы знаете, мне казалось, что, в принципе, 36 лет, это, ну, не тот возраст, не тот возраст, в котором это вот должно было случиться, и тем более, что был такой, ну, смешной случай, как мне кажется, сейчас, оглядываясь назад, смешной случай, а на самом деле он, ну, это является яркой иллюстрацией такого алкогольного мышления, то, как работает голова алкоголика, находясь там, в той же больничной койке, естественно, ко мне постоянно подходили врачи, во время обхода ко мне подходил начальник этого вот самого отделения, я не знаю, начальник или как он называется, главный врач, профессор, да, окруженный там другими врачами, какими-то там студентами, все они толпились вокруг меня, что-то, ничего мне не говорили, они, ну, они так между собой тихо переговаривались, там, качали головой, смотрели на меня с сожалением, да, что мне очень не нравилось, как бы, их все это, вот, и в какой-то момент один из молодых врачей, а может быть, не врачей, может быть, студентов, я не знаю, он все-таки мне задал вот этот вопрос, он говорит, слушай, а сколько ты пил, да, вот, чтобы оказаться, он же говорит, ты молодой парень, да, то есть, сколько же ты пил, чтобы, что ты оказался вот в такой вот, в таком вот положении, в такой ситуации? Ну, можно предположить, что любой нормальный человек, находящийся в такой ситуации, должен сказать правду, казалось бы, но не тут-то было, естественно, я посчитал, что говорить правду, ну, это не совсем правильно, я не знаю, почему я так подумал, но опять же, и я ему сказал примерно половину из того, что, ну, я выпивал, я говорю, ну, я выпивал, там, знаешь, бутылку в день, он на меня посмотрел, он говорит, что, целую бутылку, я говорю, большую, я говорю, ну, да, литровую бутылку, он говорит, в день, да, я говорю, да, и сколько дней ты так делал, ну, подряд? Тоже, естественно, я ему не сказал правду, я сказал, ну, там, несколько, может быть, там, два-три года, да, я помню, как у него широко раскрылись глаза, челюсть отвисла, он говорит, что он слушает, что серьезно, ты вот так вот, несколько лет, день за днем выпивал по литровой бутылке каждый день, да, он говорит, а как ты еще вообще живой, да, ты же умереть должен был бы, ну, и вот, а учитывая то, что я знал, что я ему сказал, что я ему сказал всего-навсего, половину правды, да, то есть я, естественно, сразу же решил, что этот вот, что этот врач, в лице этого врача и все остальные врачи ни хрена не понимают про проблему алкоголизма, да, то есть, ну, о чем можно говорить с таким человеком, а чего его слушать, да, что он там говорит, то есть, соответственно, когда они мне говорили, что проблема в алкоголе, я им сразу же не верил, я им не верил, и, но через несколько недель, когда меня уже перевели из палаты экстренной хирургии в обычную, в обычную палату и уже поставили окончательный диагноз цирроз печени, я наконец-то понял, в чем причина, да, я понял, в чем причина, я подумал, ага, ну вот, раз у меня цирроз этой самой печени, значит, значит, соответственно, виновата во всем печень, ну, как же, да, ну, может же такое быть, там, например, у меня там плохое зрение, наследственно, генетика, я знаю, там, у моей мамы плохое зрение, у ее мамы плохое зрение, вот и у меня плохое зрение, то есть, соответственно, да, вот такая вот плохая у меня печень, досталась, да, досталась мне такая плохая печень, и что самое смешное, да, ну, меня, как бы, достаточно устроило это объяснение, ну, самому себе, вот, но, несмотря на это, в тот момент я понимал, что, как бы, с моей карьеры алкоголика уже закончена, больше я пить не смогу и не буду, я вышел из больницы через месяц уже с твердым намерением, действительно, на этот раз начать строить вот ту самую трезвую, хорошую, продуктивную жизнь, да, как мне казалось, приложить к этому все усилия, если, конечно, я выживу, что, ну, мне никто не гарантировал на тот момент, это был достаточно долгий период выздоровления, реабилитации, как это называется, еще несколько месяцев я валялся дома, тоже фактически без возможности встать с кровати, ну, тихо-тихо я начал приходить в себя, слава богу, опять же, медицина, лекарства, все это было доступно, и потихоньку я начал приходить в себя, сначала потихоньку, потом все быстрее, быстрее, естественно, я был ужасно напуган, вот, самим этим словом циррозом, цирроз печени, естественно, я был напуган, потому что в тот момент были еще даже разговоры, что может понадобиться пересадка печени, я жутко всего этого боялся, и я был, ну, на миллион процентов уверен, да, что если мне удастся выкрутиться из этого, выйти сухим из воды, как говорится, да, то я, естественно, приложу все усилия, чтобы, ну, больше никогда не оказаться вот в такой ситуации, и, как я уже сказал, слава богу, да, со временем мое здоровье начало резко улучшаться, я выздоравливал в очень таких хороших темпах, как говорили, ну, все-таки я был молодой, 36 лет, достаточно здоровый организм, и где-то через полгода, полгода я уже был фактически здоровым, да, фактически здоровым, и тут я пошел пить, да, тут я пошел пить по одной простой причине, да, можно вспомнить, да, одну из тысячи причин, которых у меня было на тот момент, в тот день, когда я решил пойти выпить, на самом деле, сегодня я знаю, что мне, хроническому алкоголику, на самом деле, не нужно никакой причины для того, чтобы их пойти пить, мне не нужна ни причина, ни повод, ничего, я часто привожу это сравнение, что для хронического алкоголика состояние трезвости, это не есть нормальное состояние, то есть, да, для меня, в крайнем случае, состояние трезвости, это не нормальное состояние, по сути, я никогда и не бываю трезвым, если я не пью, это еще не значит, что я трезвый, как алкоголик, я всегда нахожусь вот в двух состояниях, если я не пью, да, у нас это еще часто называют состояние сухости, то есть, первое состояние, это я отхожу от последней выпивки, и второе состояние, я готовлюсь к предстоящей выпивке, это состояние может быть по срокам разным у каждого человека, да, кто-то там отходит от последней выпивки неделю, а готовится к следующей выпивке месяц, у кого-то это может занимать месяц, у кого-то это недели, но сегодня я знаю, что, будучи хроническим алкоголиком, всякий раз, когда я не пью, мое состояние, оно идет вот по этой вот линии, я двигаюсь от своей последней выпивки к своей предстоящей выпивке, и чем дальше я от последней выпивки, тем ближе я к предстоящей выпивке, да, и если я ничего не делаю, чтобы это предотвратить, вот это вот самое состояние, то в конечном, в конечном итоге, в конечном итоге, эта вот первая рюмка, она неизбежна, неизбежна для меня, как для хронического алкоголика, повод, причина всегда найдется, всегда найдется, естественно, она нашлась для меня и в тот момент, я ничего не делал, чтобы предотвратить это самое состояние, да, я и не знал, что мне нужно как-то пробовать это предотвратить, мне казалось, что то, что я не пью, то, что я остаюсь трезвым, то, что я, то, что у меня есть вот тот достаточно сильный страх после пережитого мной, этого будет достаточно, достаточно, чтобы предотвратить, предотвратить выпивку, сегодня я знаю, что этого абсолютно недостаточно, и как я уже сказал, я выпил, естественно, когда я пил, я был уверен, что я выпью вот одну, и на этом закончится, да, что я сумею это как-то проконтролировать, что в этот раз все будет по-другому, что в этот раз, уже зная, что мне в принципе, пить плохая идея, да, вот опять же, голова алкоголика, это же я все думал на трезвую голову, да, на трезвую голову, я понимал, что пить для меня плохая идея, но подумав, раз уж мое состояние здоровья, оно настолько хорошее на данный момент, то в принципе, наверное, одна рюмка меня не убьет, наверное, я не был в этом уверен, но все-таки, все-таки, скажем так, взвесив все за и против, я выпил ту самую первую рюмку, вернее, стакан, за ним последовал еще один, еще один, еще один, естественно, я не смог остановиться ни в тот день, ни на следующий день, ни в течение последующих шести месяцев, я продолжал пить каждый день, и в принципе, достаточно быстро, я понял, во-первых, мое состояние очень быстро ухудшилось, и, как сказано у нас в книге, начав пить, он быстро обнаруживает себя, как во время своих, в худшие дни запоя, на самом деле, мое состояние стало еще хуже, да, то есть, вот эта вот деградация, она, ну, очень быстро происходила, и буквально через месяц я был в состоянии гораздо худшем, чем во время моего последнего запоя, я помню, что у меня фактически там, ну, я уже не говорю про то, что перестала работать голова полностью, я перестал есть, перестал спать, перестал пить, ну, что-то помимо алкоголя, и к своему ужасу на этот раз я обнаружил, что у меня не хватает у меня не хватает ни воли, ни силы, ни даже желания на то, чтобы остановиться, чтобы как-то даже если до этого у меня были еще какие-то мысли, какие-то фантазии, какие-то вот, что я вот, да, что может наступить та самая трезвость, которая, вот, может быть, как-то какой-то хороший, какой-то там приемлемый до меня, то после вот этих вот полугода, то, что я был трезвым после больницы, примерно полгода, может быть, месяц совсем, да, я понял и убедился, что на самом деле мне в этой самой трезвости делать нечего, я не только не хочу, но я и фактически, я понял, что я не смогу быть трезвым, и, соответственно, соответственно, я понимал, что я буду продолжать пить, а в состоянии моей печени этого долго очень, это не продлится, это не продлится, и в конечном итоге, рано или поздно, скорее всего, рано, это закончится, ну, так как это и должно закончиться для человека, который пьет с диагнозом цирроз печени, да, то есть, я попытался сделать там какие-то движения в сторону, я ходил к наркологам, ходил к врачам, советовался, они мне предлагали там некие решения, они предлагали мне там лечь в репцентр, они предлагали какие-то там медикаменты, которые могут помочь, помочь что? Помочь приобрести, скажем так, вот эту вот первоначальную трезвость, месяц, два, три трезвости, да, это можно сделать при помощи медикаментов, это можно сделать при помощи репцентров, ну, а дальше что? То есть, я понимал, ну, окей, хорошо, я буду трезвым пару месяцев, а что дальше? Ну, не пить я вообще не смогу, тогда зачем все это? Зачем весь этот цирк, как мне казалось? Я ничего не слышал про анонимных алкоголиков, мне ничего не говорили про анонимных алкоголиков, ну, навряд ли я был тогда, я даже и готов был слышать про анонимных алкоголиков, никогда до этого я не слышал ни про программу «12 шагов», ни про что, И в какой-то момент я вдруг помню, я отчетливо понял для себя, что ничто не приведет меня к той самой трезвости Я буду продолжать пить, а соответственно, если я буду продолжать пить, я скоро умру И я даже мне, как казалось, смирился с этим Я смирился с этим, я продолжал пить, я также продолжал пить изо дня в день Последние месяца 2 или 3 этого запоя, это уже было похоже на некое безумие Я пытался влить в себя достаточное количество алкоголя, чтобы как-то избавиться от этой мысли Чтобы как-то уйти от этой мысли о неименуемой смерти, которую я понимал, которая достаточно быстро настанет Мой организм, наверное, то, что меня спасло, что уже последняя стадия алкоголизма Мой организм уже перестал принимать большие количества алкоголя Я уже просто не мог, мой организм уже отказывался принимать большие количества алкоголя И, если честно, я не знаю, что произошло 9 октября 2017 года Вот если спросить меня, да, что произошло, я не знаю, что произошло Я не знаю, что произошло Чем 9 октября отличалось от 8 октября или там от 9 сентября Все они были ужасные, да, эти дни Но 9 октября я понял вдруг или осознал, скорее всего Вот, ну, неминуемость, неизбежность смерти Я помню, я очень испугался, я очень испугался И, ну, единственное, что я мог сделать, да, попросить родителей Попросить мне уже на тот момент было некого, да, чтобы они меня закрыли Хотя бы на время В какой-то там репцентр Ну, опять же, не для того, чтобы я думал, что мне репцентр чем-то поможет Но я понимал, что если меня закроют в каком-то там, да, на 2-3 месяца Без возможности Без возможности достать алкоголь Соответственно, я еще эти 2-3 месяца как-то проживу То, что после этого я буду продолжать пить, для меня, ну, не вызывало никаких сомнений То есть я был, по сути, уверен, что в конечном итоге я сопьюсь и умру Вот, так 10 октября 2017 года я оказался в репцентре Где я впервые услышал про программу 12 шагов Про сообщество анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов Все консультанты там были из этого сообщества Из параллельного сообщества Но, тем не менее, там много говорили про программу Там говорили про шаги На стенке там висели эти 12 шагов Раз в неделю приходили Делились опытом ребята-алкоголики Раз в неделю приходили наркоманы И, ну, из того, что я услышал изначально Я, естественно, понял очень мало из того, что я услышал Но из того, что я понял, мне не понравилось ничего Ну, ничего, вообще ничего Мне не понравилась ни идея какого-то сообщества Ни идея каких-то собраний Ни идея каких-то там групп, встреч, служений, шагов 12 шагов, если взять по отдельности каждый из шагов Мне не нравился ни один из 12 шагов Ни все вместе эти 12 шагов И больше всего, что мне там не нравилось Это слово Бог Слово Бог Я был, ну, не знаю, как это даже назвать Агностиком, атеистом Не важно Ну, я, скажем так, на корню отвергал идею Существования всякой там Бога, не Бога, высшей силы Да, мне говорили, что это может быть Знаете, как вот у нас часто приходят И новичкам начинают вот это вот Да, это там не Бог Это там высшая сила Это не религиозная программа Это духовная программа Ну, если честно, на тот момент мне была один хрен разница Да, я абсолютно не понимал, в чем разница Причем здесь это Бог, а не высшая сила Или там духовная, или религиозная То есть, ну, я абсолютно не понимал А в чем разница, да То есть, подумаешь, ну, пусть будет это Пусть будет не религиозная, пусть будет духовная Мне это все равно не нравится Пусть будет не Бог, а высшая сила Мне это тоже, мне это все равно не нравится Мне это все равно не нравится Мне казалось вообще говорить о таких вещах взрослым людям в 21 веке, ну, как минимум неприлично. Вот, это было мое отношение вот ко всей этой теме духовности. Однако, то, что меня спасло на тот момент, ну, у меня было твердое понимание вот первого шага. Я понимал, что я абсолютно бессилен перед алкоголем. Я понимал, что, ну, без вариантов, без вариантов алкоголь меня убьет. Впервые в том ревцентре я услышал про алкоголизм, то, как об этом рассказывали, рассказано у нас в книге. Полнейшая идентификация у меня в первых главах, и то, что говорит доктор в мнении доктора, и то, что написано в главе «Выход есть», еще об алкоголизме. Я помню, насколько ужасно было для меня услышать вот эту вот новость о этой самой аллергии, которая, по сути, говорит о том, что, ну, мне нельзя вообще притрагиваться к алкоголю. Но я понимал, что это так, потому что, как я уже сказал, я год за годом много лет пытался научиться пить, как нормальные люди. И ни разу у меня этого не получилось. Я не помню ни одного раза за 20 с лишним лет, когда я смог бы проконтролировать употребление алкоголя. И как бы, какой бы ужасной мне не казалась эта мысль, я понял, что, ну, если я действительно хочу выжить, мне придется отказаться от алкоголя навсегда. Но, опять же, оставался вопрос, а зачем, а для чего мне это делать. Как я уже сказал, трезвость, ну, не казалась мне привлекательной, ну, ни разу. Да. Опять же, я не любил трезвость. И не было ничего в трезвости, что бы мне нравилось, что бы меня в ней привлекало. Однако, эти самые анонимные алкоголики рассказывали мне, что, оказывается, может быть другая трезвость. Что может быть другая трезвость. Трезвость комфортная трезвость, приятная трезвость. Ну, я не помню, какими словами они мне, какими словами они пользовались на тот момент. Но, я понял, как я это понял, да, что самое главное, что эта трезвость может быть не настолько мучительной, какой она была за мою предыдущую жизнь. А я, как я уже сказал, я не знал другой трезвости. Всегда, когда я вынужденно оставался трезвым на тот или иной период времени, это всегда было мучение. Это всегда было мучение. И вот, ребята говорили, что при помощи 12 шагов можно это изменить. Может быть другая трезвость. И, вы знаете, это меня купило. Я не могу сказать, что я сразу поверил им, да, на слово, типа, вот. Ну, окей. Ну, как я уже сказал, ничего другого у меня не было. Ничего другого у меня не было. Первый шаг и все услышанное про то, что значит алкоголизм, по сути, не оставляли мне никакой надежды. И какой бы неприятной, какой бы там неприемлемой для меня оказалась мысль о неком там духовной программе, о духовном выздоровлении, Бога, высшей силы или всякого такого, мне не оставалось никакого выбора, кроме как, по сути, прийти к решению, что я попробую. В какой-то момент, по сути, второй шаг и говорит о том, что мы пришли к вере, я пришел к вере, что только сила более могущественная, чем я, может избавить меня от алкоголизма. Это является прямым результатом первого шага, потому что в первом шаге я понял, что, ну, ничто меня не способно избавить от моего. Второй шаг это не приобретение, как мне раньше казалось, что во втором шаге мне нужно поверить в некую силу, да, то есть дополнительно найти, обрести какую-то веру, новую для меня веру. На самом деле, сегодня я понимаю, второй шаг это не о приобретении, это об избавлении всех тех старых вещей, которые я верил до этого. А верил я много во что? Я верил, во-первых, что алкоголь мой лучший друг, потом эта вера ушла, я верил, что я смогу справиться со своей проблемой при помощи своих сил и воли, своих усилий, эта вера ушла. Потом я верил, что мне справиться с этой проблемой помогут врачи, наркологи, там профессора, какие-то профессионалы, медицина, лекарства. Эта вера тоже ушла. Потом я верил, что я смогу оставаться трезвым на том самом жутком страхе перед смертью, что мне хватит действительно силы воли, что того диагноза, который мне поставили цирроз печени, будет достаточно, чтобы оставаться трезвым. И эта вера ушла. По сути, в момент первого шага у меня не было веры вообще абсолютно ни во что, что может решить, что как-то мне самому удастся решить эту проблему. Что, по сути, автоматически приводит меня к тому пониманию, что только какая-то сила, которая гораздо более могущественная, чем я могу себе это представить, может вернуть мне здравомыслие. И третий шаг, по сути, он предлагает сделать выбор. Он предлагает сделать выбор. Что ты выбираешь? Что ты выбираешь? То, что тебе предлагают первый шаг. Хочешь продолжать пробовать справиться с этой проблемой своими силами, своей головой, своими мозгами, своей силой воли, своими знаниями, своими это. Или принять то, что мы тебе предлагаем. Это не обязательно должно нравиться. Это не обязательно должно быть понятно. Это не обязательно верить в это сразу на слово. Второй шаг предлагает, в большой книге сказано, верим ли или готовы ли мы поверить. Для этого она предлагает отказаться от предубеждений. Обычно предубеждения, которые я лично встречаю у своих подспонсорных, у новичков, которые приходят к нам в сообщество, они относятся к двум типам предубеждений. Первое это то, что никакой высшей силы нету, да, Бога нету. А второе предубеждение, что даже если он есть, он мне никак не поможет. Вот как я понимаю сегодня отказаться от предубеждений, это принять, что возможно, возможно, такая сила есть и возможно она тебе поможет. А выразить готовность поверить, это, соответственно, взять и на практике проверить, так ли это. Поставить некий эксперимент, да, просто взять и сделать для того, чтобы убедиться, так это или не так. Так, и третий шаг, по сути, говорит, прими решение. Прими решение. В большой книге, естественно, в третьем шаге там написано, там впервые написано про духовную болезнь, что она значит, что... Ведь третий шаг предлагает, что мы приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь в заботе Бога. Но сам третий шаг, он объясняет, что же мне может помешать в этом, да. То есть, если я во втором шаге готов принять ту гипотезу на тот момент, это чисто гипотеза, что есть некая высшая сила, и она, да, действительно готова мне помочь. В третьем шаге дается объяснение, что может этому помешать, а это мое своеволие, мой эгоизм, мой эгоцентризм, да. И, естественно, перепоручив, приняв честное решение перепоручить все-таки свою волю и свою жизнь в заботе Бога, в заботе той самой высшей силы, мне предстоит избавиться или освободиться, а еще вернее быть освобожденным при помощи Бога. И последующих шагов от этого самого своеволия, эгоизма, эгоцентризма, который, по сути, является преградой между мной и моей высшей силой. И это решение было, в принципе, принято мной в том самом репцентре, естественно, я тогда ничего не мог понять ни про то, что такое эгоизм, что такое эгоцентризм. Для меня это были, ну, чисто пустые слова, да, чисто пустые, ничего не значили для меня эти слова, но, тем не менее, я принял твердое решение, что что бы мне это ни стоило, я приду в анонимные алкоголики после выхода из репцентра, и я сделаю все, что от меня потребуется. Я был абсолютно уверен, что даже сделав всю эту программу 12 шагов, сделав все, что понадобится, на меня это не сработает, и в конечном итоге, да, я пойду бухать, и это закончится так, как это должно закончиться. Вот, через два месяца я вышел из репцентра, вы знаете, это решение, которое я понимаю на сегодняшний день, решение третьего шага, я не знал тогда, что это решение третьего шага, да, я не знал, что у меня был и первый шаг, и второй, и третий, естественно, я это понял гораздо позже, но именно это то, что спасло меня, то, что на следующий день, когда я шел от своего дома на первое мое собрание, да, почему я дошел до туда трезвым? Ну, других объяснений у меня нету, абсолютно у меня нету, ну, никаких других объяснений. Я бы не поставил даже ломаного гроша на себя при выходе из репцентра, что я пробуду трезвым хотя бы сутки. Но, тем не менее, тем не менее, так это случилось, я дошел трезвым до своего первого собрания, и следующего, и последующего. Как я уже сказал, у меня были смешанные чувства на тот момент насчет сообщества, насчет программы выздоровления. С одной стороны, я не верил во все это, но мне действительно искренне хотелось, чтобы вот все то, что рассказывают вот эти вот алкоголики, чтобы это действительно оказалось правдой. Ну, уж очень сильно не хотелось мне умирать от алкоголизма. Я представлял, да, то есть вот пережито мной в больнице, да, я представлял, как умирают алкоголики. Имел, скажем так, представление, и очень уж мне этого не хотелось. Когда я впервые попал на собрание моей домашней группы, это вот группа-альтернатива в городе Бат-Ям, это одна из самых больших и мощных групп в Израиле, анонимных алкоголиков. Ну, люди, собравшиеся там, мне сразу не понравились. Ну, во-первых, они сидели, улыбались, были довольны собой, хотя и называли себя алкоголиками, рассказывали те же самые ужасные истории, которые и я мог рассказать. Но мне казалось, блин, вот они сидят, улыбаются и говорят про Бога. И, ну, с одной стороны, да, одна часть меня говорила, блин, ну, ты посмотри, какие лицемеры, да. А вторая часть меня говорила, блин, ну, вот бы мне бы так, да, вот бы мне бы так, да, сидеть, улыбаться, говорить я, там, год, два, три, пять, я радостно, свободный и счастливый. Ну, для меня на тот момент это представлялось чем-то абсолютно нереальным, чем-то невозможным. Но, тем не менее, около месяца где-то я ходил на группы, выбирал себе спонсора, никак не мог определиться, к кому именно мне обратиться. У нас на группе достаточно много ребят, которые, опытных, которые прошли шаги по большой книге, которые передают дальше. И я, естественно, своей алкогольной башкой пытался выбрать, кто же достоин быть спонсором такого, как я. Ну, все закончилось тем, что я в конечном итоге мог бы забухать. И я бы забухал, вот, скорее всего, если бы я еще продолжал ходить и искать. Но в один из дней после собрания ко мне подошел сам, подошел человек. Ну, он видел то, в каком состоянии я нахожусь. Я находился в состоянии всегда, ну, на взводе. Мне было очень, очень плохо. Мне было очень плохо. Я был, ну, зол на все, на весь окружающий мир, на себя. Скажем так, я был очень-очень расстроен и подавлен всем случившимся со мной, да. И, опять же, хождение, регулярное хождение на группы, от этого мое состояние не становилось лучше. Я оставался трезвым, но я становился все более злым, все более раздраженным. Мне повезло, опять же, что опытные люди на моей группе это видели. Вот в один из дней ко мне подошел человек после собрания. Отошли в сторону, мы с ним поговорили. Он мне вот сказал, да, смотри, вот я вижу, что ты тут говоришь, что ты говоришь на собраниях. А я, естественно, я не просто там нес чушь на собраниях, но это было такое. Я, как я уже сказал, я был очень-очень зол. Вот, он говорит, слушай, я вот слышу, что ты говоришь на собраниях. Я вижу, что тебе хреново, да, я понимаю тебя, я вижу, что тебе нелегко. Ну, ты уже достаточно долго сюда ходишь, давай, может быть, пришло время тебе сделать шаги, да. Если что, я вот готов тебе посодействовать в этом, да. Вот, по сути, это был мой первый разговор с моим будущим спонсором, с тем, с которым мы до сих пор работаем по шагам. Вот, мы начали читать большую книгу. Естественно, он мне, он мне сказал изначально, ну, обычный, ну, у нас это считается обычный, скажем так, набор рекомендаций и ежедневные созвоны, ежедневные 10-й, 11-й шаг, молитва, медитация, собрание. Ну, и мы начали с ним читать большую книгу, анонимные алкоголики, читать, подчеркивать. Не знаю, если честно, четвертый шаг, когда мы дошли до четвертого шага, он меня не сильно пугал. Я написал все, что, ну, все, что я мог написать. На самом деле, мне не сильно я понимал, что я делаю, что я делаю в этих шагах. Но, но я делал все, что мне говорят. Я делал все, что мне говорят, не думая о том, что это значит, почему это надо делать, для кого это надо делать. Я просто делал, я просто делал, и сегодня я знаю, что это офигенно хороший, скажем так, рецепт выздоровления. Тупо делать, да, тупо делать. И в конечном итоге, к моему удивлению, достаточно быстро, после того, как я начал делать, я обнаружил, что мое состояние начало улучшаться. Улучшаться в какой-то момент. Исчезли вот эти вот одержимые мысли о выпивке. Ну, их становилось меньше, их становилось все реже. В какой-то момент я вдруг, к удивлению для себя, обнаружил, что они вообще исчезли. Да, я помню, не помню, в каком именно шаге это было, но помню, как-то во время вечернего 11-го шага, я вдруг с удивлением обнаружил для себя, что я, оказывается, весь день не думал, не вспоминал про алкоголь. Вообще. Ну, это было что-то для меня, ну, невообразимое. Да, потому что даже те периоды, когда я не пил, вот те 6 месяцев после больницы, или это, ну, не было дня такого, чтобы мою голову не посещал, мне не посещали мысли о выпивке. А здесь вдруг я обнаружил, да, что, ну, я даже не вспомнил. Не вспомнил, по сути, за весь день, что я алкоголик. И таких дней я начал становиться все больше и больше. Написал четвертый шаг, сделал пятый шаг. Это в четвертом и пятом шаге мне нужно, по сути, увидеть, по сути, увидеть, что во мне, что является вот тем самым моим своеволием, которое является результатом моего эгоизма и эгоцентризма. Эгоцентризма, по сути, это то, что закрывает меня от осознанного контакта с моей высшей силой. Мне нужно это увидеть, мне это нужно признать в пятом шаге перед Богом, перед другим человеком. Увидев все это, естественно, я понял, почему моя жизнь, моя трезвость была настолько невыносимая. Даже если отложить в сторону проблему самого алкоголя, у меня действительно было искреннее желание от того, чтобы Бог избавил меня от этих всех дефектов и недостатков. Я был готов продолжать делать все, что от меня требовалось. Поэтому пошел, сделал свои восьмые, написал восьмой шаг. Так, почти сразу же я закрыл все девятые шаги, которые мог, ну, тех людей, которых я мог найти. Это было большинство людей. Закрыл свои девятые шаги. И, естественно, да, десятый шаг, это тот шаг, который помогает оставлять, скажем так, в чистоте убранную мою жизнь, да, приведенную впервые за 37, 38, 37 лет мне тогда было, да, впервые, когда я привел свою жизнь в более или менее порядок, да. Десятый шаг, да, десятый шаг, он помогает сохранять в порядке, да, мое духовное эмоциональное состояние. Одиннадцатый шаг, это тот самый осознанный контакт с моей высшей силой, благодаря которому я знаю, как и часто понимаю, как это делать. Ну, и двенадцатый шаг. Двенадцатый шаг, это, по сути, тот шаг, как я сегодня понимаю, это то, ради чего я делал предыдущие 11 шагов. Этот шаг действительно дает настоящее освобождение, потому что только начав работать с другими людьми, я действительно впервые почувствовал и поверил, что эта вот моя трезвость, она может продолжаться, ну, даже до конца моей жизни. Двенадцатый шаг, он необходим для того, чтобы научиться применять вот эти вот духовные принципы, которые я осваивал за 11 шагов, потому что недостаточно избавиться от старого образа мышления, от старого образа поведения, нужно научиться еще жить по-новому. И алкоголики, подспонсорные, друзья по группе, это, как у нас говорится, это самый лучший такой полигон, да, где я могу начать учиться этого делать, да, постепенно делая это, учась этому в сообществе, постепенно выносить это за рамки сообщества, свою семью, свое рабочее место, пытаться быть уже полезным не только для других алкоголиков, но и для окружающих меня людей, чему, по сути, я учусь и на сегодняшний день, чему я учусь и на сегодняшний день, продолжаю оставаться трезвым, продолжаю оставаться довольным своей трезвостью, чего и всем желаю. Я вижу, я уже много времени забрал, ну, буду рад ответить на вопросы, если какие-то вопросы будут. Огромное спасибо вам, что пригласили, что послушали, трезвый, спасибо вам. Некогда было заниматься этим. Как у тебя сегодня с этим и как выстраиваешь отношения, если есть семья? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, личная жизнь это понятие такое растяжимое, скажем так. Нет, у меня нету семьи сегодня, так же, как у меня не было их еще и в прошлой жизни отношения. Если это подразумевалось с противоположным полом, я до сих пор не выстраиваю. Почему? Просто потому, что так получилось. Наверное, первые года полтора я был своей трезвости, я был всецело занят и поглощен своим выздоровлением, что на самом деле это очень даже неплохо. Я считаю, что это правильно. Вот. А остальные аспекты моей жизни, да, естественно, они пришли в норму. У меня наладились, у меня прекрасные отношения на сегодняшний день на работе, в рабочем коллективе. У меня прекрасные отношения с моими родителями, которым я сделал девятый шаг, с моими близкими, родными, друзьями. Я пошел учиться, пошел там, не знаю, в тридцать девять лет, по сути, я сделал права на машину, которые я начал делать в девятнадцать лет. Да, вот с девятнадцати и до тридцати девяти лет у меня не было времени. И вот, ну, как можно сказать, на права для человека, который с утра до ночи обкурен и пьян, да. То есть, вот, много чего еще предстоит, скажем так, подтянуть. Но, да, сегодня, на сегодняшний день я достаточно много времени провожу в сообществе. Я очень много служу в сообществе. У меня достаточно много подспонсорных. Я люблю это, мне нравится. У меня огромное количество друзей в сообществе. Вот, ну, как я уже сказал, я работаю, я учусь. У меня прекрасные отношения со всеми окружающими и за пределами сообщества. Вот, и... Ну, пожалуй, все. А личные отношения, если вот про семью именно, про противоположный пол, то еще нет. Это еще, наверное, не дозрел, да, Бог еще не дал мне этого. Окей. Спасибо, Витальев. Ответы на мой вопрос. Ирина Венецкая, двой микрофон, пожалуйста. Ирина, алкоголик. Спасибо, Виталий, огромное. Вообще, прям, за... Скидку, сколько вообще все прям отзывается. У меня вопрос, в принципе, тот же самый. То, что я как бы ставила единички, тоже у меня очень сильно... Ну, у меня просто немножко на другую. У меня просто очень сильно, я поняла, что для меня это очень сильная эмоциональная обстряскала какие-то отношения. У меня еще их, вот, например, и вообще нету. И как только я допустила мысль, у меня сразу появилось, вот, ну, там, допустим, я сейчас взяла... Ну, хочу водить машину, научиться. Вот, я нашла инструктора. И я вижу, он красавчик. Он, как бы, вот, в моем случае. И тут, ба-бах, мы там, ну, второе занятие, мы подъезжаем к дому, и вдруг он неожиданно выходит на тему, что он не жена. Просто, как бы. И все. И я вот, я просто каким-то чудом попала сейчас на стикерскую. Я уже на планете сто лет не была. И, как бы, собственно говоря, мне вот прям выровняло меня. Ну, я диалоги велась с ним. Вот у нас, вот, там, в первой половине дня было занятие. Но я мысленно в голове с ним веду диалоги. Я уже представляю, как мне, чем нужно ему понравиться. То есть, вот, и я понимаю, что сейчас мне рано, что мне это мешает, что меня этого разрушатало, там, как бы, эмоционалка. Что я в этих качелях уже нахожусь. И мне надо прекращать с ним эти диалоги в голове. Вот, ну, что мне с этим делать? Я как-то вот, ну, в общем, наверное, у меня еще эмоции очень сильно через край. Да, вот, как ты работаешь с эмоциями? И как ты это вот, ну, думаешь ли вообще об отношениях? Вот, наверное, как-то так вопрос с ним. Ну, два, наверное, вопроса. Вот, как ты с эмоциями справляешься? И как ты, ну, думаешь ли ты о том, что тебе нужны отношения? Да, спасибо за вопрос. Ну, начну с конца. Думаю ли я, не думаю, нужны мне ли отношения или нет? Я могу ответить, да, думаю, или нет, не думаю. Но я много раз убеждался в том, что то, что я думаю, что есть хорошо для меня, это не обязательно так и есть. Да, то есть, если я думаю, что для меня, да, хорошо отношения, это еще не значит, что это так. Или если я думаю, что отношения мне сейчас не нужны, что, ну, это обязательно так. То есть, я на самом деле не знаю. Я, скажем так, я делаю некие отношения, некие движения в ту сторону, да, делаю свой, ну, как и во всем. Я делаю свое, то, что я могу делать в свою сторону, а результат оставляю на волю Бога. На самом деле, я не знаю, какой у тебя срок трезвости, но вот, в самом деле, я не знаю, наступит ли когда-нибудь вот подходящий момент, да, для того, чтобы вот эти отношения... Я знаю, что в любом случае, в любом случае, когда бы это не случилось сегодня, завтра или через год, мне будет, ну, человеку с моей болезнью, да, а я сейчас говорю не про сам алкоголизм, да, а именно вот про с тем обилием дефектов, недостатков, страхов и всего подобного, да, то есть, мне по-любому будет нелегко. Мне по-любому будет нелегко. И, вот, и поэтому я, опять же, я не считаю, что нужно дожидаться какого-то подходящего момента, который может настать. Естественно, я знаю, что есть рекомендации, эти рекомендации, это не рекомендации, там, программы 12 шагов, да, вот, что в первый год не стоит, там, начинать какие-то отношения. Я не знаю, хорошие это рекомендации или нет, да, и почему, например, год, и вообще, что такое год, то есть, 365 дней, то есть, если, там, допустим, 360 дней, это еще не стоит заводить отношения, а 367 дней уже стоит заводить отношения, почему, да, то есть, я не знаю. Да, я вижу, Ирина написала 2 года и 3 месяца, но, в самом деле, я не знаю, то есть, это вот эти вот эмоциональные... Я честно, это мое мнение, я не думаю, что когда-то это будет по-другому, да, я не думаю, что когда я буду, там, например, 10 лет трезвый, да, что какие-то, там, отношения, ну, назовем их, там, романтические, да, они будут меньше волновать меня, чем сегодня, да, ну, я на самом деле не знаю, то, что моя голова, да, если мне, там, человек нравится, то моя голова сразу же рисует, как мы уже с этим человеком, там, я не знаю, растим, там, троих детей, да, уже, там, вместе состарились, внуков нянчим, да, есть такое, но, опять же, на самом деле, я не знаю, я не знаю, как я прорабатываю свое эмоциональное состояние, я всегда возвращаюсь к первым, к двум колонкам своей сексуальной инвентаризации, я смотрю внимательно на вторую колонку, а во второй колонке написан тот, кто я есть, и я смотрю у нас на третью колонку, это тот, кем мне надлежит быть, это мой сексуальный идеал, и всегда это для меня служит, как неким, знаете, холодным душем, да, вот, но, опять же, я действительно не знаю, не знаю, я, опять же, я уверен, что никогда не наступит лучший момент, если, да, поэтому, поэтому, как я, в делах, которые я не знаю, как решить, я, естественно, советуюсь со своим спонсором, я советуюсь со своими друзьями по группе, тем, кому я доверяю, ну, и, естественно, одиннадцатый шаг, в одиннадцатом шаге я всегда прошу руководства, я прошу правильные мысли, правильных мыслей у Бога, я делаю это не один раз, достаточно попросить, да, чтобы Бог дал мне правильную мысль, а делаю это регулярно, в течение, там, недели, даже двух, делаю это частью своего, своих размышлений углубленных, и, в конечном итоге, как-то, правильный ответ как-то находится сам по себе, ну, вот, как-то так. Спасибо, Виталий. Ильин, пожалуйста, твой микрофон, Орлова Ильинка. Спасибо. Спасибо большое, Виталий, за спикерство. А скажи, пожалуйста, про свой четвертый шаг. Вот ты говоришь о том, что прорабатываешь свое эмоциональное состояние. Помогает ли тебе не пополнять это, вот, список четвертого шага? И вообще, насколько просто или сложно он тебе дался? Были ли там люди, которых тебе было достаточно сложно промолить, и, может быть, даже такие люди еще и остались? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, я два раза писал, вот, то, что называется, большой четвертый шаг. Первый раз я его писал, когда я впервые проходил шаги со спонсором, сколько у меня было тогда, может быть, полгода трезвости. Вот. В тот момент он мне дался достаточно легко. Я могу сказать, что в первый год все действия по программе, как я уже сказал, они мне все не нравились, но мне давалось это все достаточно легко и просто, потому что, ну, настолько, скажем так, велик мой был страх сорваться и умереть в очередном запое, да, что, ну, на самом деле, хочешь, не хочешь, я все это делал, все это писал. Были ли у меня люди, которых мне было тяжело прописывать? Было. Естественно, там были люди, ну, вот обычно, это вот тип людей, которых я, вот, молитва, молитва четвертого шага, вот эта вот молитва злого человека, как она называет, как еще называется, вот это вот первые слова, которые произносишь, Господи, помоги мне относиться к нему с той же терпимостью, с той же состраданием и жалостью, это больной человек, ну, вот это больной человек, я сто процентов уверен, что он больной человек. Следующие слова, ну, даются с огромным трудом, да, чем я могу помочь ему? Господи, помоги мне не сердиться на него, да. Да, были у меня такие люди. Были у меня такие люди. Естественно, мне пришлось их прописать, мне пришлось рассказать о них в пятом шаге, и большая часть из них ушла. Из них ушла, потому что через где-то года полтора я писал уже второй раз, четвертый шаг, и если в первом шаге в списке обид у меня было примерно около 90 человек, то через полтора года их было человек, наверное, 15. Причем из этих 15 человек, 10 человек, это были новые люди. То есть это новые люди, которые вот появились вот в этот вот промежуток этих полтора года. А те пять людей, которые были у меня в первой инвентаризации, это те люди, соответственно, с которыми я продолжал общаться на протяжении этих полутора лет. На самом деле мне очень важно, мне очень-очень помогает, да, кстати, страхов. Если в первой инвентаризации у меня было около 50 страхов, то во второй инвентаризации их было уже где-то около 20. На самом деле я не думаю, если я сейчас сяду писать опять четвертый шаг, я примерно представляю, что он будет чем-то похож на последнюю инвентаризацию. Где-то у меня будет в районе 15 человек примерно такое же количество страхов. Но мое вот эмоциональное состояние, что мне очень сильно помогает, помогло тогда и помогает на сегодняшний день. Это понимание вот этой простой истины, да. Злоба, резентмент, неважно, во всех, ну, резентмент во всех его проявлениях, злоба, злость, обида, жалость к тебе, вот эти вот сильные чувства, они мне смертельно опасны, да. Это я вот очень люблю, как есть такая китайская пословица, которая говорит, да, злиться на другого человека, это примерно как выпить яд самому и ожидать, что от него умрет другой человек. Да, я не знаю, написали ли это китайцы для алкоголиков, уверен, что нет, но для меня, как для алкоголика, это вот тысячу процентов, это про меня, да. Я испытывая вот эти вот негативные эмоции, негативные чувства по отношению к другому человеку, я разрушаю себя, я сам себя убиваю. И поэтому, поэтому я понимаю, что мне в первую очередь это нельзя мне, неважно, прав я или не прав, по делу я злюсь, не по делу я злюсь, мне это нельзя. И отсюда есть вот это вот честное и искреннее понимание и желание при просьбе к Богу быть избавленным от этого. Как бы тяжело мне это не было, как бы тяжело мне не было говорить вот эти вот слова человеку, который меня выбесил, да, Господи, да, научи меня быть там любящим, толерантным, как я могу быть полезным. Ну, это сложно, это безумно сложно. Но сегодня, понимая, насколько это, ну, жизненно необходимо для меня, это жизненно необходимо для меня, от этого зависит моя жизнь и от этого зависит мое качество трезвости. Ну, мне сегодня нравится и моя жизнь, и мне нравится сегодня качество трезвости. Я не хочу позволять людям, событиям и вот этим вот внешним вещам разрушить мне это. Отсюда, опять же, у меня есть действительно желание и готовность, готовность делать вот эти вот вещи. Мне также до сих пор не нравится делать десятый шаг. Мне также до сих пор не нравится просить Бога показать, как я могу быть полезен к этому вот человеку, который меня выбешивает. Мне безумно не нравится звонить спонсору и рассказывать о том, что, да, это проявление моего эгоизма или там, да, рассказывать про это. Естественно, мне ужасно не нравится подходить и просить прощения, там, возмещать ущерб человеку, которому, ну, я считаю, что я не должен ему это делать, да, я до сих пор это считаю. Но я это все, я все это иду и делаю. Почему? Потому что я понимаю, что от этого, от этого зависит моя жизнь и от этого зависит мое качество трезвости. Я это делаю не для кого-то, да, я это делаю для самого себя. И это мне, ну, чертовски помогает до сих пор. Ну, вот как-то так, не знаю, ответил я на твой вопрос. Спасибо, Виталий. Ребята еще. Так, Андрей, пожалуйста, твой микрофон. Добрый день, Андрей, алкоголик. Привет, Виталий. Привет, Андрей. А вопрос, вопрос у меня такой, как у тебя сегодня в такой категории кажется, эмоциональная трезвость? Ну, понятно, или, по крайней мере, мы понимаем, что это метод, это идеалы, там, да, в общем-то, все шаги, кроме героа, наверное, являются идеалами, которые мы стремимся, и земля, например, эмоциональная трезвость, тоже один из идеалов, но как у тебя прогресс в этом направлении? Спасибо. Прогресс. Прогресс. Ну. Прогресс, бесспорно, есть. Прогресс, бесспорно, есть. Я стал гораздо более спокойным, я стал гораздо более терпеливым, я стал гораздо проще и гораздо легче относиться к самому себе, в первую очередь. Вот это вот быть попроще, да, относиться к себе с... Ведь, опять же, вот у нас много говорится, да, что относиться с терпимостью, с терпением к другим, с любовью к другим. Но это же самое, мне кажется, сказано вот в вечернем одиннадцатом шаге, да, когда есть вот один из вопросов, и там в конце этих одиннадцати вопросов говорит, что не нужно там предаваться унынию, заниматься самокритикой, и сегодня я отношусь действительно к проявлениям, если раньше меня вот эти вот мои какие-то проявления, ну, назовем это опять же, в общем, да, дефектов и недостатков, меня очень злили и меня очень расстраивали, мне постоянно казалось, ну, блин, ну, как же такое может быть, вот я, вот я опять запорол, вот я здесь опять разозлился, вот я здесь опять накосячил, вот здесь опять, а у меня же были ожидания такие, что я вот сделаю там программу, да, и все, я как бы буду там, ну, спокоен, как Будда, да, или, ну, есть такое, в начале такое. На самом деле, и опять же, тут же десятый шаг и одиннадцатый шаг говорит о том, что в лучшем случае, в лучшем случае я буду, ну, может быть, даже не как другие люди, а я буду похожим на других людей. Я буду также продолжать злиться, я также буду продолжать расстраиваться, я также буду продолжать косячить, я буду также продолжать, у меня также будет вот эти вот, мне свойственны упадки состояния, да, там, настроения, духа, и это все нормально для других людей, и тем более это нормально для хронического алкоголика, ну, в крайнем случае, для меня. И не надо делать из этого какую-то там, знаете, катастрофу, как раньше, ну, раньше, если у меня там ухудшалось настроение, неважно, достаточно всякой ерунды, да, то есть, ну, в моем случае действительно достаточно встать не с той ноги утром, чтобы мне, как бы, да, настроение что-то там испортилось, и очень быстро моя голова начинает мне рисовать некие там, знаете, ну, картины там, в моей голове всегда предстает картина некого, знаете, там, апокалипсиса, да, там, вот как в фильмах показывают, да, иногда там, после там ядерной войны, как выглядит наш мир, там, знаете, все разрушено, везде разруха, все там серое, черное, да, там солнце не видно из-за там облака пыли, да, и все так мрачное, и это, и вот моя голова, ну, вот по любой, по любой причине, да, рисует такую картину, да, и очень быстро голова моя начинает рассказывать, ну, вот видишь, вот видишь, так будет всегда, так будет всегда, так будет, так оно вот сегодня, и так же будет завтра, и так будет через год, и через 10, я не знаю, там, и через 20, и когда ты умрешь, да, тоже ничего не изменится, и так будет тогда, и до скончания веков. Опять же, сегодня я прекрасно знаю, что это не так, сегодня я знаю, что если у меня какой-то там плохой день, плохое настроение, плохое какое-то там самочувствие, я знаю сегодня, что это пройдет, что это временно, и что у меня есть действительно действенные инструменты, как можно с этим справиться. И в целом, в целом это очень положительно влияет на мой вот этот вот эмоциональное состояние, я знаю, что продолжая делать то, что я делал, и продолжая надеяться, перепоручать в моей высшей силе, и сегодня у меня уже есть опыт, ну, в том, что это будет действительно так, что в конечном итоге все будет нормально, все выровняется, все выровняется, и благодаря этому вот эти вот эмоциональные всплески, они становятся все реже, они становятся все тише, опять же, я злюсь, я раздражаюсь, я иногда впадаю в уныние, иногда всякое бывает, всякое бывает, но сегодня я это достаточно легко переношу, в том плане, что, опять же, я принимаю это как часть жизни, да, и не делаю из этого катастрофу, как это, как я был раньше склонен с этим делать, да, сегодня, слава Богу, программа, есть подспонсорная, есть спонсор, есть у нас полно групп, встреч, меня как-то это вот вытягивает, да, есть высшая сила, я знаю, что, если я честно действительно попрошу, мое состояние выровняется, и, как я уже сказал, это придает, это придает уверенность, и это придает, это действительно делает гораздо более переносимы вот эти вот эмоциональные всплески, ну, наверное, как-то так, спасибо за вопрос, Андрей, рад тебя видеть. Нет, по-моему, желающих, вот, скажи мне. Я прошу прощения, Андрей, время наше собрание подошло, а вот давайте, что, книги вы из России привозите, или у вас где-то там есть небольшая дипография, да, для наших книг, ведь у нас же не только на Миналкологии, другая литература есть. Ну, вообще, мы заказываем книги через офис, на Тайминке, как она называется, вот, да, мы заказываем литературу из России, не, мы сами не печатаем. Спасибо, на Тайминке, у нас офисы давно, а нет у нас другой уже офис, много лет. Ирина, задавай вопрос. Ирина, алкоголик, мне просто очень понравилось то, что ты сказал, что я не знаю, как мне хорошо, да, там, ну, там, нужны, ну, то есть, если я думаю, что мне нужны отношения, там, не значит, что это хорошо или наоборот. А вот ты не можешь понимать еще, где тебя голова обманывает, да, где нет. То есть, я, допустим, я дошла в девятку сейчас только первый раз за два года, три месяца, я дошла в девятку. Я ощущаю, что вот мне надо пожить в этом творчестве, потому что с каждым днем я чувствую, что, ну, вот, как бы у меня приходит понимание того, что мне не надо ее делать формально, а что вот надо, когда я прочувствую, что, ну, и тут я опять понимаю, что я опять могу себя обманывать на этом. То есть, я могу себе говорить бесконечностно, ну, вот, я же сегодня-то точно не готова, там, сегодня-то точно еще не время. И вот, ну, вот, ты научился разгадывать вот эти вот хитрости своей, своего эгоизма, там, своей головы, я не знаю, как их называть, ну, вот, ну, сразу понял вопрос? Да, да, я понял, я понял, я понял, ну, смотри, ведь в чем самая большая проблема, фишка вот этого вот самообмана, нечестность, да, вот мы говорим, вот сейчас вот нечестность самому себе, самообман, проблема в том, что когда я, дело в том, что когда я обманываю других, ну, я всегда про это знаю, то есть, да, вот, всякий раз, когда я в жизни кого-то обманывал, я знал, что я вот обманываю. Проблема самообмана, когда я обманываю себя, я этого не вижу, я этого не знаю, и в этом вот очень большое дело в том, что в самообман я верю, да, то есть, я верю в это как в истину, и здесь, ну, кроется, скажем так, наибольшая опасность, и для этого, мне кажется, ну, необходимо, это одна из причин, почему спонсор нужен и после того, как мы прошли шаги, и желать, опять же, ну, это мое мнение, я знаю, что люди там меняют спонсоров как перчатки, да, но для меня, например, очень важно, что вот мой спонсор, в принципе, сколько три года и больше трех лет мы с ним уже общаемся, и он знает меня, скажем так, как облупленного, и зная это, да, что зная, что он меня знает, да, и это человек с большим опытом, ну, больше, чем у меня духовным, я могу ему доверять. На самом деле, я могу сказать, что мне до сих пор очень часто не нравится то, что мне говорит спонсор, и те рекомендации, которые он мне дает, я часто прихожу к спонсору, говорю, слушай, ну вот, какая прекрасная идея, да, или там наоборот, что-то там, это, мне спонсор говорит, смотри, ну вот, вот же так, вот так, вот так, я говорю, да не, ну нафиг, да, что ты мне тут рассказываешь, да, я же это, ну, а внутри, как бы, да, я понимаю, не знаю, в этом отношении для меня спонсор до сих пор играет роль высшей силы, это не как вот у нас говорят, вот, там спонсор, там не должен быть Бог, да, спонсор не должен играть роль Бога, я как спонсор, я стараюсь не играть роль Бога для своих подспонсорных, но мой спонсор для меня до сих пор, все вот то, что он говорит, это для меня некий канал, через который, ну, моя высшая сила говорит, и я многократно убеждался, в правильности суждений моего спонсора. Кроме того, у меня есть еще пару человек в сообществе, их немного, да, их всего пару, на чье мнение я могу полагаться тоже, потому что это проверено временем. Тем более, что вот они обычно, эти вот люди, мой спонсор, и вот еще там эти два-три человека, к которым я обращаюсь, они обычно, ну, всегда говорят одно и то же. И если я с ними не согласен, я стараюсь идти все равно делать то, что мне рекомендуют, а не то, что мне говорит моя голова. И раз за разом я убеждаю, что это так. Вот в этом отношении, конечно, мне кажется, вот эта тема со спонсором, она очень важная. Я действительно стараюсь быть честным перед своим спонсором, хоть мы и не так часто с ним общаемся, то есть мы, естественно, сегодня общаемся не каждый день, хотя мы каждый день переписываемся, мы, в принципе, состоим в одной группе, но мы так там общаемся очень часто там про служение, просто там приколы там друг другу кидаем, там стишки, это, но тем не менее, с какими-то серьезными вещами я стараюсь идти к своему спонсору, очень легко, очень легко мне, мне обмануть себя, очень легко мне купить правду, неправду, да, красивую неправду, которую моя голова привыкла рассказывать мне, вот, поэтому, как я уже говорю, эта тема со спонсором, она очень важна, а на практике мне действительно помогает одиннадцатый шаг, одиннадцатый шаг, утренний шаг, вечерний шаг, остановки посреди дня, вот эти вот паузы посреди дня, мне вот, вот тут они помогают, да, часто, часто я действительно могу, могу, ну, увидеть, увидеть, где я гоню, ну, на самом деле, увидеть, когда я гоню, это уже когда начинает проявляться, потому что я, как я могу увидеть, что я гоню, я начинаю злиться, или я начинаю там жалеть себя, или я начинаю что-то испытывать, какие-то вот, ну, негативные эмоции, и я знаю в тот момент, да, что когда я начинаю это испытывать, я где-то сам себя я уже обманул, я где-то уже успел сам себе продать какую-то ложь, да, то есть почему, потому что, ну вот я же злюсь, я обижаюсь я расстраиваюсь, потому что по одной простой причине потому что дело ну идет не по моему а соответственно в какой-то момент я сам для себя уже где-то там решил, что должно быть так как я считаю, а не то как оно есть, и здесь очень важно вот это вот действительно остановиться посмотреть что же мне это не нравится где мне там не нравится и соответственно перепоручить эту Богу если надо, позвонить спонсору но по дню, по дню мне хватает вот это вот остановиться пауза вдох-выдох, да Господи укажи мне твою волю, да, дай мне правильные мысли, да, покажи мне где я ошибаюсь, да где, где, где я начал лезть на твое место да, и обычно достаточно легко в большинстве случаев не увидеть, где же я ну опять же предотвратить изначально какие-то ошибки это, наверное, невозможно у нас же в грудь в книге там и сказано ну мы будем увлекаться ложными идеями, да то есть нас будут мы будем совершать ошибки это нормально это нормально главное, чтобы опять же чтобы вовремя эту ошибку увидеть признать и исправить да то в принципе тогда ничего страшного ничего такого смертельного скажем так не должно случиться а девятый шаг я могу сказать да вот девятый шаг мой спонсор опять же он всегда это рассказывает и я тоже уверен что это так есть вещи ну которые ну никогда не настанет готовность ну не придет хорошего момента делать девятый шаг его никогда не будет легко делать его никогда не будет приятно делать это не есть ну скажем так приятное действие поэтому ждать чего-то ну оно не придет как вот мой я говорю спонсор рассказывает как ему говорил его первый спонсор был такой Коля Голубей достаточно знаменитая фигура в анонимных алкоголиках он был вот он всегда говорил что готовность нужно просить у Бога мужества смелости да это вот в тот момент когда ты идешь делать девятый шаг вот ты позвонил человеку сказал там я не знаю Вася ты можешь со мной сегодня там в пять часов встретиться Вася говорит да вот я иду к нему на встречу и здесь я прошу у Бога смелости готовности да то есть мужества или как он говорил да я прошу мужества в тот момент когда я стучу в дверь к человеку вот я стучу в дверь к человеку которому я собираюсь сделать девятку и Господи да дай мне мужество дай мне силы, дай мне, а сидеть дома, да, и просить Бога, чтобы Он дал мне мужество, силы, там, и желание, и ждать, покуда это мужество, силы и желание придет, а потом уже идти делать, там, девятые шаги, то, ну, изначально это не совсем правильно, ну, насколько я это понимаю, да, нужно просто взять, встать и пойти делать, и по ходу дела уже приходит, Бог дает и готовность, и мужество, и все, и правильные слова, и правильные действия, только по ходу, а не сидя дома и там, ну, вот как-то так, не знаю, ответил. Да, я ответил отлично, спасибо, даже на больше вопросов у меня прям пришли ответы, спасибо. Больше, чем я задала, мне больше ответов пришлось. Ну, классно. Даже получилось, кстати, на сегодняшнюю мою ситуацию, это я поняла, что я нечестна тут вообще ни разу, я прям уже в роли Бога сижу такая, уже там, вышла за него замуж, поэтому, инструктора, уже там, пытаюсь порешать отношения, в общем, короче говоря, я поняла, что в это, это, ну, вот оно, на тормоза надо все это, с девятки, да, я поняла, что двигать надо. Спасибо, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok